Меч Духа Меч Духа Это Дух Святой, который приводит нас в Божие присутствие Это Дух Святой, который приводит нас к ногам Иисуса И дает нам откровение за откровение О том, кто такой Иисус По всему миру сегодня У людей есть сны, видения, разные переживания в Духе Святом От Иисуса Христа Может быть у вас было такое переживание Эта программа сегодня даст вам более глубокое понимание того, что происходило с вами Дух Святой говорит в твое сердце Он будет показывать тебе такие вещи, которые, может быть, ты полностью не понимал Но Он приблизит тебя к Богу И поможет тебе решить некоторые самых глубоких загадок И проблем, с которыми ты сталкиваешься в жизни Я сталкиваюсь, мы все сталкиваемся Я благодарен Богу, что Иисус Христос отправляет своего Духа в нашу жизнь Чтобы мы могли узнать Его лучше И сейчас, на данном этапе наших занятий Мы с вами рассматриваем А как конкретно Дух Святой помогает нам Он дает нам силу от Бога Приходит силы и способность, чтобы сделать то, к чему Он нас призвал Он также ведет нас в Божью чистоту Потому что вы знаете, что без Духа Святого никто не может быть чистым Это просто невозможно для человеческой природы быть чистым перед Богом Но Божий Дух помогает нам Потому что Он окропляет наши сердца чистой водой Чтобы мы могли быть очищены изнутри Чтобы мы стали новыми, новым творением Прямо изнутри в жизни И оттуда уже течет вот эта жизнь Она полна радости и послушания Богу Нашему любящему Небесному Отцу Но в нашей сегодняшней сессии Мы поговорим о проявлениях Духа Святого Вы знаете, проявление или действие Духа Святого Можно так сказать, что оно связано с силой и с той способностью, которую Он дает нам Но когда я использую слово проявление Я имею нечто большее, чем просто общая какая-то способность Здесь я говорю о конкретных навыках О конкретных способностях В конкретный момент нашей жизни Когда мы точно знаем, что Дух Святой сейчас дает нам эту конкретную способность От Него может быть сказать слово воодушевление в какой-то ситуации А может быть Он дает нам откровение и какое-то понимание Загадки или тайны, которые были в нашей жизни Библия говорит о духовных дарах Это те вещи, которые Бог дал нам И благодаря им мы можем понять, что происходит в духовном мире И как мы можем связать духовный мир с тем, что мы видим в физическом мире Где мы можем увидеть, потрогать Нам нужна эта особенность способность и проявление Духа Святого Пусть Бог благословит вас, когда вы будете слушать и смотреть эти занятия Здравствуйте, добро пожаловать на следующее занятие серии Меч Духа Мы говорим о знакомстве с Духом Святым Мы говорили о том, что Дух Святой приносит Божью силу в твою жизнь И эта сила, она такая замечательная Это сила, которая делает тебя способным быть свидетелем Иисуса Христа Делает тебя способным жить жизнью, которая прославляет Его Мы с вами также посмотрели на то, как Дух Святой приходит, чтобы принести чистоту от Бога в твою жизнь Есть действительно опасность, когда мы только на силе фокусируемся То есть такое отношение, как у Симона Волхвабала Потому что тогда люди думают, что можно использовать и манипулировать Божьей силой, как безличностной силой Мы увидели также, что есть риск и опасность, если мы только на чистоте сфокусируемся Потому что это приведет тебя к негативному, очень такому критическому и законническому духу Когда ты настолько зациклен на себе, а на других смотришь сверху вниз И лицемерно относишься к своим отношениям с Богом Но это опасно, если мы только сфокусируемся на одной сфере действия Духа Святого Чем на всем, что Он пришел сделать Поэтому нам нужен баланс между Его силой и Его чистотой В том, как мы к этому относимся Мы призваны, да, жить в силе Духа Святого И мы, да, призваны жить в чистоте Духа Святого Но есть и больше, чем только это, намного больше Мы также призваны жить в проявлениях Духа Святого И здесь я в основном говорю о духовных дарах И это действительно так Это истина, когда приходит Дух Святой Он высвобождает свои дары в твоей жизни Чтобы ты мог получить в свои руки такие инструменты Которые помогут тебе осуществлять работу в Царстве Божьем Духовные дары – это не игрушки, с которыми мы играем, чтобы как-то развлекаться И духовные дары – это не награда, это не приз, который ты получаешь Когда достиг какого-то места уже, уровня своей духовной жизни Теперь ты заслужил, чтобы получить дар пророчества Или чтобы Бог использовал тебя в дарах исцеления Нет, совсем не так Духовные дары – это инструменты, которые делают тебя способным Осуществлять какую-то работу в Божьем Царстве И теперь приходит Святой Ураган, вихрь от Бога в нашу жизнь Мы не можем его контролировать, предсказуемо как-то предсказывать Он ведет нас, он дает нам силу, он проявляет потом эту силу и свою чистоту в нашей жизни Но также, когда он вот так вот приходит, он высвобождает свои способности Для того, чтобы проявлять вот эти сверхъестественные духовные дары И все это Дух Святой, он полностью, то есть в этом посвящен, чтобы прославлять Иисуса И указывать на Него И когда мы наполнены, мы ходим и живем с Ним Тогда он плод своей святости проявляет в нас И тогда мы в чистоте, мы тогда можем отражать и прославлять чистоту Иисуса Христа Но это не значит, что теперь мы говорим, что других обязанностей у нас нету Знаете, наша часть это как мудрый фермер, который что делает? Вот приходит Дух Святой, он проявляет, он производит такие вещи Но мы должны быть как фермер, который не может контролировать погоду или менять погоду Это не под его властью, но он что-то другое может делать Он может пахать землю, он может заботиться об урожае И следить, что свою часть как фермер он исполняет верно Поэтому Духа Святого нельзя контролировать Мы не можем его изменять или какие-то вот эти вещи ему указывать Мы подчиняемся ему И когда мы подчиняемся ему, мы также начинаем делать и действовать В соответствии с тем, что он показывает и что он хочет, чтобы мы делали Тот же самый принцип применяется к Духу Святому и его дарам И я вот что вам хочу сказать Многие люди думают о духовных дарах Что это какой-то, знаете, вот такой, как депозит Который Дух Святой тебе дает И это теперь тебе принадлежит Дух Святой дает тебе духовный дар Он твой, теперь ты им владеешь Ты собственник, ты его контролируешь Нет, оно так не происходит Дух Святой это суверенный дух Он дает тебе эту способность Он высвобождает тебя, снаряжает Дает все, что необходимо Силу и способность Но он не контролирует тебя Вот таким вот образом Да ты подчиняешься Его контролю, его водительству Дары проявляются в тебе Через тебя по его воле То есть в соответствии с тем, как он хочет И такой же принцип применим К любой сфере проявлений и действий Духа Святого Некоторые люди путаются и до сих пор в смущении Что касается духовных даров Они говорят о духовных дарах Что они имеют, их владеют Ими они хозяева, они контролируют И манипулируют Нет, неправильно, как говорит Что мы используем духовные дары Бог нас использует Проявляя свои дары через нас Дары это не наши способности Чтобы что-то сделать Духовные дары Это божьи способности Когда он дает нам свою силу И божественную энергию Через Духа Святого И это есть действие Духа Святого А не человека верующего Это дары Духа Это не твои дары И в 1 Коринфянам В 12 главе 7 стих Говорит о дарах И здесь говорится о том Что это настоящее время Но в пассивной форме Говоря о грамматике этого глагола Дается, скажите все, дается Но каждому дается Вот этот глагол в пассивной форме В настоящем времени Дается проявление Духа На пользу всем В английском переводе Есть это слово На пользу всем Но дары Или проявления Духа Святого Даются И здесь время Настоящее время Что показывает нам Что это настоящее Наше переживание То есть сейчас Когда приходит дар Духа Святого Это потому что он Проявляется в то время Это не так, что Однажды и навсегда То есть мы получили это Как своего рода депозит Бог это вложил И все Нет Само слово Дедоми Используется здесь Слово дается В пассивной форме Грамматической Это значит Мы принимаем Божий дар То есть Бог работает с нами Это что-то, что происходит Не нами Самими А извне приходит Мы не генерируем это Сами Мы получатели Которые Принимают это И Бог выражает это В нашей жизни Это не значит Что не стоит Активно их желать И искать того Что Бог нас использовал Нет Мы активно Делаем себя Доступными для этого Ты не можешь Заставить исцеление Произойти Ты не можешь Заставить пророчество Прийти и проявиться Нет Ты должен Позволить Духу Святому Снарядить тебя В тот момент И помазать тебя В тот момент Для того Чтобы это пророческое слово Пришло через тебя И те люди Которых Бог использует Например В даре пророчества Очень таким весомым образом Они всегда так и делают И до сих пор так делают Они зависят От Духа Святого Чтобы каждое слово Было им дано Чтобы не пришло От них самих Но пришло от Духа Святого И поэтому Нам действительно Необходимо увидеть Как эти различные дары Следуют Тому же принципу Когда проявляется Божья сила Когда развивается Божья чистота В твоей жизни Ты видишь Это не твоя сила Это Божья сила В тебе Это не твоя чистота Но это Божья чистота Внутри тебя Это не твои дары Но это Божьи дары Внутри тебя Итак Дары Духа Святого Они Точно так же Являются проявлением Божьей природы Природы Духа Как и сила Духа Как и чистота Духа Святого Мы принимаем силу Потому что Дух Святой это сильный дух, это всемогущий дух, мы принимаем чистоту, потому что дух святой, он святой дух, это дух чистоты, мы принимаем духовные дары, потому что дух святой имеет целый такой широкий диапазон и набор вот всего, что может вдохновлять и побуждать нас, и так мы должны увидеть этот характер духа святого и посмотреть, какие дары он может нам дать, Исаия 11 глава, 2 стих дает самое четкое описание духа святого в Ветхом Завете, это так актуально для нас, а в Новом Завете мы тоже посмотрим, что там говорится, и так Исаия 11 глава, 2 стих, Бог перечисляет 7 атрибутов духа Божьего, и в следующих стихах с 3 по 5, это Исаия 11 глава, мы видим, как применяются эти разные характеристики или атрибуты, а с 6 по 10 стихи мы видим уже результат проявления этих характеристик или атрибутов, можете сами потом повнимательнее, подетальнее поизучать, но это так важно, это может изменить весь мир, дух святой имеет всю силу, всю способность изменить мир, и мир будет меняться, потому что дух святой он настолько могущественный, это воля Божья, и он решительно ее исполняет, вот такие есть атрибуты духа святого, это не дары, которые иногда даются, но это суть самого духа, это его характер, его атрибуты, которые естественным образом формируют и текут через тех, то есть через тебя, то есть естественным образом он тебя формирует, и из тебя это будет течь, если ты живешь с ним, нам не нужно потеть и пыхтеть, чтобы это заработать, нет, если мы знаем духа святого, это будет естественным образом проявляться, но давайте мы поизучаем, что это за атрибуты, о которых мы говорим, характеристики духа святого, во-первых, это Исаия 11 глава, второй стих, и почиет на нем дух господень, и, конечно, это пророчество об Иисусе Христе, Мессае, но сейчас я говорю о помазании, сейчас я говорю о характере и природе духа святого, здесь я говорю о том, что он дух господень, дух яхва, и это показывает нам то, что мы, в принципе, уже знаем, что дух является богом, он божественный дух, если это дух господень, тогда это божественный дух, бог, все эти атрибуты, которые перечисляются, являются аспектами божественной природы, и так дары духа святого являются способностями от бога, это является проявлением и деятельностью, или действиями бога, это аспекты разных способностей бога, это проявления божьей природы, например, дары исцеления, они отражают божью природу, которая исцеляет, он говорит, я господь исцеляющий тебя, твой целитель, то есть это его природа, его характер, чтобы исцелять, если он дает дары исцеления, он дает что-то от себя, от своей природы и характера, слово знания, ведь это его природа и характер, он все ведущий бог, он все знает, если он дает тебе слово знания, он дает тебе какой-то фрагмент своего знания и способности быть всеведущим, и так он дух господинь, первое, второе, здесь говорится, что он есть дух премудрости и разума, или дух премудрости и понимания, если буквально, да, дух премудрости и разума, слово мудрости, Ахма, что означает буквально навыки или мастерство, то есть это не просто знание фактов, это и способность, и навыки, практические, чтобы применить эти факты, эти знания, например, если кто-то знает о двигателях автомобиля, он мудрый, я, может быть, не такой уж мудрый, я могу выглядеть мудрым в разных ситуациях, и я выглядел мудро в разных ситуациях, когда люди смотрели на меня, если что-то было там с двигателем, да, я заглядывал туда внутрь, выглядело это все очень мудро, но я сам не знал, что делать, я благодарен Богу за друзей, которые знают, они не только мудростью обладают вот в знаниях, они имеют навыки, они мастера, они могут отремонтировать, если что-то сломалось, эта мудрость приходит от Бога, я не скажу, что мудрость ремонтировать машину приходит от Бога, иногда меня это искушало, как искушение, что это придет, это должно прийти от Бога, потому что у меня этого нету навыка и мастерства, и мне нужна мудрость, итак, исход 28.3, послушайте, говорится, скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил, духа премудрости, то есть смотрите, что за премудрость, чтобы они сделали аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне, смотрите, премудрость здесь, это практически навыки, мастерство, чтобы выполнить эту работу, изготовить одежды, второзаконие 34, 9 стих, а Иисус, сын Навин, исполнился духу премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею, итак, вы видите, Иисус Навин, он исполнился духа премудрости, когда Моисей возложил на него свои руки, итак, вот этот дух премудрости, это было практическое мастерство, навыки необходимые, и присутствие Духа Святого было необходимо в этом, чтобы он был лидером, нам нужно молиться, чтобы Бог благословил наших лидеров, вот такой премудрости, 3 царств 4, 29, очень похожее местописание, дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря, далее, следующая часть стиха, говорит о понимании, о разуме, смотрите, дух премудрости и разума, то есть вот этот разум или слово понимание, это слово бина в оригинале, оно связано с мудростью, и в разных частях Библии говорится об этом, например, Исход 35, 31, исполнил его Духом Божьим мудростью и разумением, или пониманием, ведением или знанием, и всяким искусством или мастерством, если буквально перевести, итак, Дух Святой, он очень разумный, умный Дух, и мы правильно поступим, если будем прислушиваться к нему, следующий его аспект или атрибут, он Дух Совета, это направление, это водительство, можно сказать, побуждение, побуждение от Господа, Псалом 72, стих 24, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу, итак, Дух Святой может давать нам совет, он может подсказать нам, как действовать, он может показать нам, что сказать, когда нужно действовать, и как нужно действовать, пятое, он является духом крепости, или власти, слово Кибура, это власть Божья, которая стоит за всеми словами и всеми делами Духа, поэтому, если мы говорим Божьи слова таким образом, мы будем говорить их с властью, мы будем, да, бывает страх и трепет, и святое такое почтение, бывает такое, но иногда это как ослепляющий свет, свет, это как жара, которая проникает и оставляет вечный след, и это напоминало людям о том, что у Иисуса была власть, потому что он говорил не так, как книжники и фарисеи, слова Иисуса были с властью, и народ это видел и замечал. Дальше, он дух ведения или дух знания, знания фактов, Дух Святой, он не просто мудрый и умный, и не просто дает хорошие советы, он же всеведущий Бог, он знает факты, он все факты, он все знает, дух благочестия или страха Господня, так как Дух Святой, он Бог, один из личностей в Троице, тем не менее, он имеет это благоговение Яхвы, все, что делает Дух Святой, его желание прославить Яхвы, Господа, каждое выражение, его характер, его атрибутов и качеств направлено к Богу, и его цель и задача это повысить вот это почтение и благоговение перед Богом, когда движешься, ты в Духе Святом, это должно производить святое благоговение, страх Господня, я помню, когда однажды Господь дал мне первое слово знания, четким образом, я была зубного врача, и Бог сказал мне какое-то слово о ситуации в жизни этого зубного врача, было удивительное слово, оно реальным было и точным, оно было удивительным, четкое проявление слова знания, я пошел домой, я встал на колени, я трепетал, я дрожал в этом святом благоговении, удивляясь тому, как Бог это делает, мы должны быть в этом Божьем страхе, как в благоговении, никогда не относись к проявлениям Духа Святого, легкомысленно, а мы иногда так легко, так легкомысленно к этому относимся, я помню, в Кенсингтон Темпл, много-много лет тому назад, еще до того, как пробуждение пришло, мы говорили, знаете, один человек, наш гость, который был в церкви, он дал нам одно слово знания, лишь одно слово знания, и мы потом вспоминали и говорили об этом неделями и неделями, и здесь, на наших служениях, на каждом собрании у нас есть много и много и много проявлений Духа Святого, пожалуйста, не начинай привыкать к этим священным святым вещам, Дух Святой, он Дух страха Господня и благоговения перед Господом, поэтому любое выражение вот этих атрибутов, характера Духа Святого приходит от Бога, его цель, его задача повысить вот это почтение, благоговение перед Богом и знание или познание Бога в нашей жизни, и так Дух Святой приходит для того, чтобы проявлять вот это, проявлять духовные дары в нас, 1 Коринфянам 12 глава, это, наверное, самый известный отрывок, который говорит о дарах Духа Святого, харизма, греческое слово, которое используется, например, для обозначения харизматичных даров Духа Святого, слово харизма означает дар благодати, и некоторые люди настолько сосредоточены на 9 дарах Духа Святого, которые с 8 по 10 стихи перечисляют, что они просто упускают из виду более широкую истину, о которой учит нас этот отрывок, я хочу вам об этом рассказать, во-первых, Библия учит, что есть разнообразие, есть множество харизмата, но они приходят от Духа Святого, есть разные служения, но они все от одного Господа, есть много разных действий, но один Бог, который действует во всем этом, Библия здесь говорит о том, что харизма – это проявление Духа, харизмата даются всем, и харизмата существует для пользы всех, и один и тот же Дух, Он совершает все эти харизмата, харизматические дары Духа Святого. Также в этом отрывке Бог учит нас тому, что Дух Святой распределяет, Он раздает свои харизмата, как Ему угодно. Очень хорошее задание для вас было бы, если бы вы опять прочитали эти важные пункты, 1 Коринфянам 12 глава, откройте, прочитайте отрывок и рассмотрите разные местописания в рабочей тетради, которые связаны с этой главой, чтобы вы тоже изучили эту тему, ну, чтобы не просто сосредоточиться на дарах только, чтобы и не забыли о контексте, в котором они даются и говорятся. У некоторых людей прям неправильное отношение к дарам Духа Святого, они настолько активно предотвращают частые проявления его божественных атрибутов, характеристиков. Почему? Ну, 1 Коринфянам 14.40 говорит, только все должно быть благопристойно и чинно, но на самом деле бывает, что, ну, вот так вот это можно истолковать, что пусть они происходят, пусть это будет, дайте свободу, вместо того, что сказать, пусть это делают, потому что не мы создаем, не мы дарами двигаем, мы должны дать место, дать свободу Духу Святому, чтобы он двигался как ему угодно, потому что не мы это делаем, мы должны ему дать место, а он будет это делать. И тот же принцип, конечно, применяется, потому что он дает нам способность дары проявлять, но мы должны дать ему место для такой способности и проявления. Мы как канал для проявления Духа, мы не резервуар, который удерживает себя дар. Помните, мы как губка в баптистерии Духа Святого, мы не чайная чашечка, которая периодически должна быть, в нее доливать нужно, вот как мы чай доливаем, нет, у нас есть доступ ко всем харизматам, если бы мы были только как чашка, у нас был бы доступ лишь к немногим вещам, нам нужна чаша побольше, и нам нужно больше в нашей чашке, нет-нет, это иллюстрация неправильная, мы находимся в Духе Святом, это значит, что в нашем распоряжении, по воле Божией, конечно, есть все атрибуты, все характеристики, все качества, все духовные дары, которые принадлежат Духу Святому, разве ты не чувствуешь при этом себя настолько уверенно, смело и воодушевленно, аминь? 1 Коринфянам 12, с 8 по 10 стихи, перечисляют для нас вот эти 9 харизмата, 9 даров, это не является чем-то внешним для Духа Святого, что он так вот берет и передает тебе, нет, это неотъемлемая часть самого Духа, это разные грани его природы, его характеры, это настолько неотъемлемая часть Духа Святого, что когда он приходит, он их с собой и приносит, и тогда они у нас, чтобы направлять всех и вести нас в целях и задачах, которые Господь Иисус приготовил для церкви. Давайте мы по очереди зачитаем. Слово мудрость это сверхъестественный навык, чтобы применить откровение или понять, как решить какую-то ситуацию или как поступить в какой-то ситуации. Мы это слово мудрость не получаем из своего опыта, благодаря образованию, нет, мы вдруг увидели какой-то фрагмент Божьей мудрости. Доктор Кендалл, мой друг, который служит очень сильно здесь в Лондоне, он говорит, что этот дар является присутствием разума Духа Святого. Когда ум или разум Духа Святого присутствует, вот тогда ты получаешь слово мудрости от него. Следующий дар, который здесь перечисляется, это слово знания. Это сверхъестественное откровение о фактах, о человеке или о какой-то ситуации. Опять же, мы не узнаем это благодаря каким-то естественным мыслям. Мы видим вдруг фрагмент знания в Духе Святом, и это откровение, которое приходит к нам, это слово знания. Далее, дары исцелений. И вы знаете, это сверхъестественное знание, чтобы узнать, кто, как и когда исцелится, то есть, кого Бог исцелит для своей славы, когда и как. Это не та способность, которой мы постоянно обладаем. Нет, в этом мы движемся, когда мы ходим и живем в партнерстве с Богом. И вообще-то, поймите, это ко всем дарам Духа Святого применяется. Это не так, что Бог дает тебе вот, вот этот дар исцеления. Здесь говорится во множественном числе дары исцелений. И ты не просто вот так вот пришел куда-то, и у тебя такая сила, способность исцелять, и ты можешь возлагать руки на всех подряд, и все подряд автоматически исцеляются. Даже Иисус так не служил. Вот таким образом. Мы служим под помазанием Духа Святого в соответствии с тем, как Дух хочет, с Его волей. В какой-то ситуации, то есть мы молимся, и Дух Святой начинает проявлять какой-то дар из даров исцеления. И тогда для того человека, и он исцеляется, это единственный момент, как можно объяснить, почему мы за шесть человек молимся. Один там, или кто-то исцелился, а кто-то не исцелился. Ну, кто-то объясняет, что может быть там он не верил. Может быть, не веря это частично объясняет. А может быть, ты не так что-то сделал. И так тоже бывает. Но я хочу сказать, мы всего не знаем, и у нас нет прямого доступа ко всем дарам, когда ты только захочешь. Ты не можешь сам решить исцелить кого-то, только когда Дух Святой действует. Но поймите, Дух Святой, он действует все время, я тоже это понимаю. Но наша роль, нам нужно научиться работать в партнерстве с Духом Святым. То есть знать, узнать, что сейчас делает Дух Святой, и подключиться к этому. И позволить ему в этот момент наделить нас силой и способностью, чтобы он нас включил в этот процесс. И тогда мы можем сказать, через нас он это делает, или дает нам способность это сделать. То есть, в какие ты слова бы это не облег, но это не та способность, которая у нас постоянно имеется. Нет, в этом мы движемся, когда мы ходим в партнерстве и в сотрудничестве с Духом Святым. Дар веры. Это сверхъестественное вдруг прилив смелости и уверенности от Бога, относительно того, что Бог способен и хочет сделать что-то невозможное. По крайней мере, выглядит невозможным. И это происходит, как Он выбирает. Это не ты, который ходишь, и у тебя такая способность, я могу творить чудеса, сделать все, что угодно, доскочить, подпрыгнуть так, что до Луны долечу. Нет, совсем не так. Это означает вот, что когда воля Божья должна проявиться в какой-то ситуации, и на пути исполнения Его воли стоит препятствие, гора стоит на пути, она мешает. Это какая-то невозможная ситуация. Тогда Бог просто дает сверхъестественный вот этот скачок веры, дар Духа Святого, чтобы высвободить тебя и поставить тебя в это чудо. И вот уже следующий дар, дар чудотворения. Это сверхъестественное действие чудотворящей силы Божьей через человека, конечно же, Духом Святым, когда Бог решает, что пора вмешаться в этот мир в каким-то сверхъестественным образом и сотворить чудо. Да, век чудес не прошел, потому что мы не верили, что когда-то был век чудес. Мы верим в Бога чудес, и мы не верим в то, что у людей есть эта сила чудотворная. Кто-то чудотворец, нет, сила у Бога. И если Бог не изменился, значит, Он все еще помазывает людей, дает этот дар, чтобы творить чудеса, когда необходимо, и как это необходимо в соответствии с Его волей и Его цели. И на этом мы завершаем наше сегодняшнее занятие. Я молюсь, чтобы Бог благословил вас, и чтобы Он продолжал вас благословлять, когда вы будете дальше изучать эту серию занятий «Знакомство с Духом Святым». Я молюсь, чтобы Бог приближал и приводил вас ближе и ближе к этой замечательной третьей личности в Боге, в Троице, к Богу Духу Святому. Поэтому увидимся в следующий раз. До свидания. Пусть Бог благословит вас. Бог благословит вас. Продолжение следует...